Навязывая свою игру с первых минут стали обе команды, большую часть времени контролируя мяч в центре площадки. Ударов по воротам было немного. Коллективы играли от обороны. К середине тайма голевой момент возник у ворот хозяев. От гола спасла только неточность игрока Волги. Несечем их смог ответить соперник уже спустя пару минут. У Ридия едва не нашел в чужей штрафной Умарова, которому не хватило самую малость, чтобы дотянуться до мяча. В концовке химики нанесли пару ударов по воротам Волжан, но оба своей цели так и не достигли. На старте второго тайма ульяновская дружина перевела игру на половину поля хозяев и уже на 47-й минуте получила отличный шанс повести в счете. Следующий потенциально опасный момент снова смогли создать гости. На 52-й минуте после розыгрыша штрафного Волга снова попыталась пробить малолеткого, но прострел получился выше ворот. На 63-й минуту первый опасный момент в тайме создал нефтехимик и снова снаряд пролетел выше перекладины. Волга не давал нефтехимику разыграться, постоянно поджимая наших на подходе к своей зоне. Очередной голевой момент появился на 76-й минуте. Пробив с дальней дистанции, отправить мяч в сетку так и не удалось. После Волга снова проверила малолеткого на прочность. К основному времени судья добавил 3 минуты. В концовке нефтехимик получил право на штрафное, а тем самым и возможность вырвать заветные 3 очка. Но последний удар мяч в сетку так и не отправил. Получился такой, я считаю, боевой матч. Очень много было борьбы. К ребятам к особых претензий нет по самодаче, по дисциплине. Но вот качеством футбола я остался недоволен. Мне такие, в общем-то, игры. И с нашей стороны хотелось бы немножко другого футбола. Но я думаю, что здесь очень сказалось то, что не так много времени прошло после предыдущей игры. Ту игру, которую зрители увидели, многочисленную, я думаю, она понравилась болельщикам. В том плане, что команды очень старались порадовать каждого из своих болельщиков. Поэтому такая бескомпромиссная борьба. Были стыки, были замены по травмам. То есть равнодушных на поле с двух сторон не было. После безголевой ничьи заработанной очко не позволило нижнекамцам сохранить за собой седьмую строчку зону Урал-Приволжья. Сейчас наша команда опустилась на девятую позицию. Следующий матч с дружиной Уткульбаевой проведет на выезде с командой Оренбург-2. Продолжение следует...